МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возврата зимы не ждали. Ну, я тормознул, короче, ну, вот погода, горелёд. Вы резину сменили, нет? Не успели? Успел вчера поменял. Гололёд стал причиной ряда аварий. И совмещал трудовые и нетрудовые доходы. Совершил хищение путем присвоения берега на коммуникацию средств, полученных для привлечения запасных частей на грузовой автомашине с использованием своего служебного положения. Мужчина похитил больше 400 тысяч с предприятия, на котором работал. Это и не только. Прямо сейчас. Два человека пострадали в результате аварии сегодня днём на проспекте Победы. Лада 14-й модели после касательного столкновения с Маздой вылетела с дороги и на полном ходу врезалась в столб, снеся перед этим часть дорожного ограждения. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Я просто не ехал, поставился. Мужчина, проезжая мимо, остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь людям, попавшим в аварию. Говорит, как именно всё произошло, сам он не видел, но поинтересовался у автоинспекторов. Со слов инспектор хост, кто-то поворачил, кто-то летел. Произошедший в социальных сетях попытался объяснить 22-летний водитель отечественного автомобиля. Он рассказал, что автолединая иномарка вдруг неожиданно стала поворачивать направо из среднего ряда. Ехал по юшке в правом ряду. Женщина на мазе со второго ряда слева хотела повернуть направо, но второстепенную дорогу не успела. Автомобили столкнулись, но не очень сильно. От удара водитель Лады потерял управление и машину отбросило вправо, прямо на стоп. Удар был сильным. У Лады практически полностью смята передняя часть и самостоятельно вместо происшествия покинуть машина уже не сможет. Иномарки же досталось немного меньше. Водители и пассажир отечественного автомобиля госпитализировали приехавшие на место медики. А не сильно, чтобы пострадали? И там ушибы, просто маленькие что-то, я не знаю. Сейчас кто прав, а кто виноват, предстоит выяснить сотрудникам автоинспекции. Нафиса Минязова, Адель Малахметов, Вызов 112. Киосит и Лада Гранта столкнулись на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Минска. Оба участника аварии совершенно одинаково описывают картину происшествия, но имеют совершенно разные взгляды на то, кто виновен в столкновении. При этом каждый настаивал на своей правоте. Мнение автомобилистов в репортаже Сергея Хайдарова. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, никто из их владельцев не пострадал. При попытке выяснить причину аварии оба высказали одну и ту же версию, но при этом каждый считал виновным другого водителя. Владелец Лады Гранта настаивает, что стоял на перекрестке в ожидании поворота налево. Начать маневр не дала встречная иномарка. Второй автомобилист рассказал, что ехал не быстро, около 50 км в час. Отечественный автомобиль, стоящий на встречной полосе, увидел лишь в самый последний момент, поэтому избежать столкновения не удалось. Я ехал прямо в своей полосе. Передо мной автомобиль был Кирилл Белый. Кирилл Белый ушла, а я увидел его, не успел остановиться, просто с него въехал. Он на встречке стоял. Также молодой человек заявил, что в этом происшествии у него, в отличие от второго водителя, есть свидетели. Этот факт значительно повышает его шансы на победу в дорожном споре. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. А причиной массовых аварий на мосту «Миллениум» стали плохие дорожные условия. В этом были согласны практически все участники нескольких дорожно-транспортных происшествий. Там в разный промежуток времени столкнулись четыре машины. От заносов некоторых автомобилистов не спасли даже зимние покрышки. Все подробности происшествия в репортаже Рамиля Шайдулина. Вы резину сменили, нет? Не успели? Успел вчера поменял. Возвращение зимы не ждал, колеса менял, и снег стал неприятным сюрпризом. Думал, ничего страшного, но не спасла и аккуратная езда. Водитель Hyundai Solaris ехал по мосту «Миллениум». Вдруг «Ладу» 99-й модели, едущую чуть впереди, начало заносить. Мужчина попытался остановиться, но справиться с управлением он также не смог. Я сзади ехал. Расстояние где-то 50-70 метров. Ну, почти 100 метров было, примерно. Ну, я тормознул, короче. Ну, вот погода, горы, лед. Так получилось. Учитывая, что торможение не помогло, Hyundai Solaris ударил «Ладу», а после вылетел в отбойник. Сам же мужчина чудом не получил серьезных травм. Подучку вот спасли, подучку безопасности спасли. По похожему сценарию произошла авария по соседству. Женщина-водитель Toyota RAV4 снизила скорость, после чего в ее машину врезалась «Лада Калина». Как отметил владелец российского автомобиля, избежать столкновения он не смог. Причина все та же – гололед. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Из-за плохих дорожных условий на трассах республики страдают и фуры. К примеру, в Верхнеуслонском районе сегодня опрокинулся в кювет груженный большегруз. По предварительной информации водитель не пострадал. Еще один случай произошел на трассе «Казань-Ульяновск», где длинномер также вылетел с дороги, но при этом остался на колесах. В связи с погодными условиями автоинспекторы призывают соблюдать скоростной режим и не торопиться менять летнюю резину на зимнюю. Пять многоквартирных домов остались без электричества в результате пожара на трансформаторной подстанции. Около четырех часов утра на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре на улице Горифьянова в Приволжском районе Казани. С огнем удалось справиться быстро, но оборудование к тому моменту было повреждено, что и стало причиной отключения электричества в пяти близлежащих жилых домах. Двое рабочих получили серьезные термические ожоги в результате возгорания нефтесодержащих продуктов. Все произошло ночью на нефтяной скважине недалеко от села Верхняя Мактама Альметьевского района. Пострадавшими оказались 54-летний бурильщик и его 33-летний помощник. По версии следствия, неустановленный рабочий нарушил правила техники безопасности и охраны труда при производстве ремонтных дорог на скважине, что и стало причиной происшествия. По данному факту следственного комитета Российской Федерации по республике Торстан возбуждено уголовное дело по статье нарушения правила охраны труда. На 20 лет может лишиться свободы 27-летний житель Нижнекамска, у которого полицейские нашли 6 полиэтиленовых пакетиков с неустановленным на тот момент веществом. Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является амфетамином общей массой более 8 граммов. Сама операция по задержанию молодого человека проходила в районе одного из гаражных кооперативов, когда подозреваемый прятал наркотики в Нижнем Белье. В дальнейшем он намеревался сбыть запрещенные вещества. В настоящее время оперативники устанавливают происхождение изъятого у Нижнекамса наркотического зелья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Больше 400 тысяч рублей. На такую сумму, как доказали судоуследователи, незаконно обогатился мужчина за счет предприятия, на котором трудился. Совмещал трудовые и нетрудовые доходы он на протяжении полугода. Его должность предусматривала закупку запчастей для ремонтируемых автомобилей. На этом он и построил схему, по которой похищал деньги. Айрат Назипов вник в ее суть. Обвиняемый просит не показывать его лица. Говорит, стыдно. Ошибки свои осознал и признал. По придуманной им же схеме мужчина действовал больше полугода. Он работал на предприятии, занимающемся обслуживанием грузовых автомобилей. Совершил хищение путем присвоения введенных ему денежных средств, полученных тем, для приобретения запасных частей на грузовой автомашине с использованием своего служебного положения. У главного бухгалтера обвиняемый брал деньги якобы на запчасти для автомобилей. Позже приносил поддельные чеки. Сначала 16 тысяч рублей, потом 27, 31, 47, 54. Запросы росли как на дрожжах. В общей сложности, как установили следователи, мужчина пакетил 410 тысяч. Жилинка, третья таковая прошедшая политика. При нашей изменении против этой страны, потому что мы сейчас обвалем. Вину свою обвиняемый признал полностью. И уже начал возмещать ущерб предприятию. В настоящее время он находится в поиске работы и обязуется в ближайшее время возместить ущерб в полном объеме, поскольку на сегодняшнее судебное заседание перечислено частичные денежные средства в 70-20 тысяч рублей. Дело рассматривалось в особом порядке. Мужчину приговорили к 3 годам условно с возмещением ущерба предприятию. Выплатить ему осталось 390 тысяч рублей. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлеева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин